Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава чисел читает перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Израильтяне идут по пустыне, уже, собственно, почти пришли. Вот они скоро войдут в Ханаан. А что они делают по дороге, пока они идут? Они воюют. Они много чего делают, но вот здесь уже на пороге Ханаана живут разные окрестные народы, которые в основном не хотят их пускать, да и зачем им пускать каких-то израильтян. И, соответственно, приходится воевать. Ну и, с другой стороны, это, ну, если хотите, тренировка перед завоеванием Ханаана. И вот 31 глава как раз об этом и рассказывает. Модианитяне не пустили израильтян через свою территорию. Господь сказал Моисею, отомстим медианитянам за их преступления пред сынами израилевыми, а потом отойдешь к предкам своим. Моисей сказал народу, соберите воинов для похода, пусть они идут на Модианитяна и совершат мщение Господне над медианом. Отправьте поход по тысяче воинов от каждого из племен Израиля. И отобрали среди тысячных отрядов израильских 12 тысяч воинов, по тысяче от каждого племени. Вот такая карательная экспедиция. Нам кажется дико, да, вот уже все, уже давно они с медианитянами расстались, но вот какая-то точка должна быть поставлена. Вот такие тогда времена, да, достаточно жестокие, надо сказать, злобные. И это не исключение. Моисей отправил их в поход по тысяче от каждого племени под руководством священника Пенехаса, сына Елизара. Помните, тот самый, который убил человека, взявшего себе девушку Модианскую, и тем самым вот они уклонялись в язычество израильтяне. Поэтому это еще и священная война. И нам кажется, это диким, но вот для того, чтобы провести жесткую границу между собой и медианитянами, между единобожием и язычеством, тогда надо было воевать. Сегодня есть другие способы, но вот тогда их, очевидно, не было. Так вот, священник Пенехаса, сын Елизара, со священной утварию и сигнальными трубами. Они напали на медианитян, как повелел Господь Моисей, и перебили всех мужчин этого племени. Вот, к сожалению, так, да. Они убили пять медианских царей, Ивир, Экома, Цуру, Хура и Реву, и сразили мечом Валаама сына Беора, того самого, который наводил проклятие на, соответственно, вот, израильский народ. Ну, может здесь показаться, конечно, немножко странным, что так это все происходило, потому что, собственно говоря, ведь Валаам-то он ничего такого плохого не сказал для израильтян, наоборот, благословил их, хотя должен был проклясть по поручению Балака. Можно, наверное, подумать, что это был другой Валаам, но, в общем-то, не очень похоже, да. Вот оказывается, что эта священная война, эта ревность, эта ярость, она не знает границ, да, она не останавливается, и поэтому вот такие вещи происходят. Не хочется это читать, да, но Ветхий Завет местами очень тяжело, жестоко, это правда. Сыны Израилевы захватили медиане женщин, малых детей, весь скот и все стада, и все их имущество они разграбили. А все города, в которых жили медианитяне, все их становят сожгли. Они забрали всю добычу, все захваченные людей, скоты, привели пленников вместе со всем захваченным, со всей добычей, к Моисею, священнику Елиазару и общине сынов Израилевых свой стан, что находился на Муавской равнине, у Йордана, напротив Иерихона. Ну, соответственно, как в 30-й главе мужчина-глава, и так и здесь мужчина-глава семьи, поэтому мужчин убивают, а женщины и дети как бы в приложении к нему, и они становятся добычей, как скот. Моисей, священник Елиазар и все вожди общины вышли из Стана навстречу войску. Моисей был в гневе на возвращающихся из похода военачальников, начальников тысячных отрядов и начальников сотен. Он сказал им, смотрите, вот здесь, наверное, если бы я был на месте Моисея, я сказал, зачем вы всех убили? Это же жестоко. Моисей говорит ровно противоположно, зачем вы убили не всех? Вы оставили всех женщин в живых? А ведь это именно они, по подсказке Валаама, склонили сынов Израилевых к преступлению против Господа, к пиорскому отступничеству. В общине Господней начался мор. Убейте всех мальчиков и убейте всех женщин, которые познали мужчину. Вот, кстати, может быть, объяснение, почему Валаама убили, считали его ответственным за вот это смешение с язычницами. А девушек, еще не познавших мужчину, оставьте живых для себя. Сами семь дней оставайтесь не в стана. И вы сами, и ваши пленные, все, кто убил человека или прикоснулся к убитому, должны пройти очищение. На третий день и на седьмой день очищению подлежит также всякая одежда, любая вещь из кожи или козьей шерсти, или любая деревянная вещь. Напомню, что правила об очищении в числах тоже есть. И смотрите, вроде бы ничего нету про, так сказать, нравственную сторону всего этого, да? Ну, геноцид, извините меня, происходит. И очистите вещи с козьей шерсти. И более того, подробно об этом. Священник Илазар сказал воинам, участникам сражений. Вот правило, которое Господь предписал Моисею. Золото и серебро, мете, железо, олово и свинец, все, что выдерживает огонь, очистите огнем и промойте водой очищение. Тогда оно станет чистым. То, что не выдержит огня, очищайте водой. На седьмой день постирайте свою одежду и станете чистым. Тогда вы сможете войти в стан. Получается, что убийство, в том числе убийство женщин и детей, это не оскверняет человека до такой степени, чтобы он на восьмой день чувствовал себя виновным, нечистым. Да, в семь дней всего лишь надо продержаться, и с помощью определенного обряда они очищаются. Да, это редкий завет. И вот для того, чтобы мысль о недопустимости убийства стала для нас очевидностью, банальностью, наверное, должен был пройти очень долгий путь. И здесь мы находимся в самом начале этого пути. Хотя бы сама идея, что смерть человека каким-то образом оскверняет того, кто ее вызвал. Ну, пусть всего на семь дней, пусть есть способ от нее очиститься, но это уже важный шаг в направлении того, что мы имеем сейчас. Господь сказал Моисею, вместе со священником Элиазаром и главами родов общины пересчитай захваченных людей и скот. Раздели добычу на две равные части, для воинов, входивших в поход, и для остальной общины. То есть, смотрите, ситуация, они же были представителями общины, они взяли добычу, естественно, хотят оставить ее себе. А вот как это сделать? Ну, вот так, то есть, они не только себе грабили, они грабили и всем остальным. Собери дань для Господа. А что значит дань для Господа? Из доли воинов, входивших в поход, следует взять по одному человеку, быку, ослу или барану, из каждых 500. Да, одна пятисотая часть. Возьми это из их доли, отдай священнику Элиазару, как подношение к Господу. А из доли остальных сынов Израилевых возьми по одному человеку, быку, ослу или барану, из каждых 50. Ровно в 10 раз больше эта часть, отдай левитам, хранителям скинии Господней. Моисей священник Элиазар сделал и так, как повелел Господь Моисею. Добыча, то, что осталось от захваченного воинами, составляла 675 тысяч голов мелкого скота, 72 тысячи голов крупного скота, 61 тысячу ослов и 32 тысячи пленниц, девушек, еще не познавших мужчин. Ну, понятно, что скот идет, если его берут на жертвоприношение, а женщины, ну, очевидно, становятся рабынями, наложницами, те, кто их берет себе. Доля ходивших в поход, половина всей добычи, составила 337 тысяч 500 голов мелкого скота, из них 675 голов дань Господу, 36 тысяч голов крупного скота, из них 72 головы дань Господу, 30 тысяч 500 ослов, из них 61 дань Господу, и 16 тысяч пленниц, из них 32 дань Господу. Эту дань подношение Господу Моисей передал священнику Елизару, как и повелел Моисею Господь. Доля же остальных сынов Израилевых, то, что Моисей забрал для них у участников похода, доля общины, составила 337 тысяч 500 голов мелкого скота, 36 тысяч голов крупного скота, 30 тысяч 500 ослов и 16 тысяч пленниц. Из доли сынов Израилевых Моисей взял по одной пленнице и по одному животному из каждых 50, отдал левитам, хранителям скинии Господней, как и повелел Моисею Господь. Соответственно, вот тоже нам дико. Ну вот такие были тогда нравы, и они не меняются с тем, что они принимают единого Бога, более того, они считают это божественным повелением. Я, честно сказать, думаю, что местами они здесь что-то Богу приписали из того, как сами привыкли делать. К Моисею пришли военачальники, начальники тысячных отрядов и начальники сотен. Они сказали Моисею, мы, рабы твои, пересчитали своих воинов, пропавших нет. То есть они еще и без потерь обошлись, просто удивительно. И вот наше приношение Господу в выкуп за нашу жизнь, добытое нами золото, застежки, браслеты, кольца, серьги и ожерелья. Моисея и священник Илазар приняли у них золото, все эти золотые вещи. Вот это дополнительно, да, то есть это их благодарность за то, что они остались живыми. Все золото, которое начальники тысячных отрядов и начальники сотен принесли в дар Господу, весело 16750 шекелей. Шекель это 10 грамм где-то, да, с небольшим. А воины же оставили свою добычу себе. Тут не очень понятно и в оригинале не очень понятно, то есть то ли только начальники отдали свою добычу, а воины простые оставили. Ну так обычно не бывает. Либо это была часть добычи, а вот остальная добыча была оставлена. Мне кажется, в оригинале скорее так, ну вот переводчики российского библейского общества иначе поняли. Приняв золото от начальников тысячных отрядов и начальников сотен, Моисея и священник Илазар отнесли его в шатер встречи. Там оно будет в напоминаниях о сынах Израилевых перед Господом. То есть такие мемориальные трофеи, вот как и сейчас принято какие-нибудь, допустим, там флаги, какое-то оружие особенно хорошо сохранившееся, оставлять как воспоминания о выигранной войне. Ну вот, тут уже захвачены территории, значит, надо их делить. Об этом будет 32-я. Субтитры создавал DimaTorzok